Мур-мур-мур, миру НЯ! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами НЯ. И сегодня я решила поиграть в 7 Days to Die. Когда-то давным-давно я уже играла в него, уже многое подзабыла. Уже с тех пор вышли новые версии. Но, к сожалению, самая новая у меня не пошла. Но все равно я загрузила обновленную 14-ю версию. Персонажа я своего уже создала. Сейчас я вам покажу. Вот он у меня. Тут два варианта. Один такой пониже ростом, второй повыше. Возьмем вот этого, который пониже. Для сравнения, те, которые по умолчанию здесь имеются, они такие страшненькие. Например, вот эта Нюрка-Доярка по имени Мария, касаясь сожжения в плечах. Или где тут еще была какая-то... Это какая-то наркоманка Габриэла с дредами. Ну, в общем, они мне все не понравились, поэтому я создала своих персонажей. Их можно редактировать. Вот, если посмотрите. Вот. Но, к сожалению, все равно вариации не такие большие, как можно. Мне не понравилось, что волосы очень короткие. Я хотела подлиннее. И цвета волос тоже там особо... Выбор маленький. Ну, что получилось, то получилось, как говорится. Лучше, чем ничего. Вот. Так что с этим мы и будем играть. И начнем новую игру. Выберем карту. Тут два варианта. Рандомная. И вот этот Naves Gain. Я его выбрала. Пусть будет. И... Сейчас. И начинаем. Старой версией, где я играла, я находила очень хорошее место. Подземный бункер. Он у меня уже был обустроенный. Очень хорошо было прятаться от зомби. Так. Не самый любимый мой биом из всех. Ну-ка, посмотрим на карту. Точнее сказать, вообще нелюбимый биом. И первое, что нужно сделать, это быстро сделать какие-то инструменты. Найти убежище на ночь. Чтобы как-то пережить ту ночь. Фактически я голышом, босиком, без оружия, без ничего. Вокруг рыщут зомби. Не дай бог, еще собаки появятся. Это вообще будет беда. Можно сказать, верная смерть. Ну да, игра называется 7 дней, чтобы умереть. Тут мне так много не понадобится, чтобы умереть. Фу, какие мерзкие, противные кишки. Отвратно. Так. Надеюсь, никого нет. Обычно в этом биоме очень много шарится всяких неприятных личностей. Ничего полезного. Вот хоть что-нибудь бы было. Покрышка. Я, может быть, первую ночь и буду ночевать в этом доме. Скорее всего, надо будет его как-то чуть-чуть укрепить. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Дыры просто везде. Так. Ничего нет вообще. Вообще ничего. Хоть свечку забрать, что ли. Всегда так страшно. Кажется, вот сейчас на тебя со всех сторон полезут зомби, а у тебя ничего нету. Придется срочно идти на улицу, быстро добывать оружие. Голыми руками фактически, вот как Брюс Ли, древесину рубить. Так, что-то у меня есть. Какие-то палки. А, мне же нужна была не такая палка. Там же должен быть какой-то... Нет, кустик, по-моему, да? Или все-таки такая палка. Я уже и забыла, если честно, какой там был крафт у этих топориков. Все сейчас придется вспоминать по ходу дела. Где-то здесь камушки должны... Это я уже и обыскивала. Вот где вот здесь вот камушки? Тяжело найти. Это мерзкие кишки. Собак не видно. Собаки-то любят бегать по этой местности. Так. Ни одного камушка. Вот кругом камни, да? И ни одного не подобрать. Хоть голыми руками бей. По-моему, сейчас все руки переломаю. Вроде бы уже один камушек есть. Или два. А, мне же, по-моему, нужно больше камушков на топор. Как стяжка-то голыми руками. Одно дело древесину, другое дело камни рубить. Это уже более крутое мастерство. Так. Сейчас я травку тут покажу. Травка, травка. Травка. Чем мне нравится эта игра? Тем, что она, вот как в Майнкрафте, тоже вся среда вокруг все разрушаемое. И, кроме того, тут есть еще физика всего этого дела. В отличие от ванильного Майнкрафта, где все может висеть в воздухе. Здесь, конечно, если начнешь дом снизу разрушать, то он тебе на голову в итоге и обрушится. И, кстати, дерево тоже, если оно вот падает, если рубить дерево, и если оно будет падать, и как раз на... Ну, в сторону того, кто рубит, то оно и... Так. Вот. Скрафтим первый топорик. Первый топорик получился кривущий, плохой, но ничего. Вот он коричневый, это значит, что он такого нехорошего качества. Он быстро сломается, испортится. Но тут с тем, как говорится, со временем повышается мастерство. Можно изготавливать все лучшие и лучшие инструменты. И, в конце концов, они будут хорошего качества. Прокачивается опыт и так далее и тому подобное. Сейчас моя задача пережить эту первую ночь. Вот в 10 часов вечера зомби начнут активно бегать. Сейчас они еще пешком ходят, шагом. От них есть возможность побежать. Но после 10 вечера они начнут бегать. Впрочем, если подвернуться собаке, то ничто нас не спасет. Собаки бегают все время. Вот поэтому лучше. И вот эти вот звуки, что я сейчас издаю. Я рублю дерево, камни добываю. В принципе, это тоже может привлекать всякую нечисть сюда. Из-за всех зомби, все это на шум они очень реагируют. Сейчас немножечко добудем всяких инструментов, материалов. И можно будет немножечко дом заколотить. Первую ночь я просто должна сидеть тихо и не дышать там, чтобы не легко... Ну вот он и сломался у меня. Где же? Где же, где же, где же? Вот. Так, сделаем еще одну. Еще одну. Вы сейчас увидите, что уже будет... Вот циферка 2. Это уже получше качество такое. Ну, конечно, оно пока оно будет хорошим, это пройдет очень много времени. Много опыта надо набраться. Так, очень жире вот здесь падает. Так, падает оно, к счастью, в другую сторону. Так, отлично. Сейчас буренько нарубим. Древесины, камней, всего-всего-всего. И очень быстро надо... Очень быстро надо прятаться от зомби. Вот эта штучка тоже дает камни, хорошо. Впрочем, большие камни рубить хорошо, потому что они дают и камни, и железо. Железом тоже можно укреплять немножко всякие стеночки. Вот. Ну, разумеется, если меня уже зомби обнаружат, то никакие стеночки меня тут не спасут, не спасут. Вот. Мне, можно сказать, верная смерть наступит. Меня спасти может только хорошее оружие и быстрые ноги. Все. Больше меня тут ничего не спасет. И, не дай бог, этих зомби еще будет много, то вообще... Так. Еще немного, еще чуть-чуть. Так. Дом, конечно, дырявый, весь насквозь просто. Железок порубим немножечко. Так. Оглядеться. Времени еще 11 часов. В 10 начнется... Тут беготня зомби. Поэтому до 10 вечера надо построить свое убежище. Может, сразу и второе крафтить. Все равно понадобится. Так. Не люблю я этот биом. Мне очень нравится биом, где там зелень растет, зверушки бегают всякие, там зайчики, кролики, кролики, кто там, курочки, по-моему, олени. Там как-то поживописнее. А здесь мне как-то кажется, все очень мрачно. Нездорово. Так. Еще вот это дерево срубим. И пойдем... Пойдем забивать стены, окна домика. А утром тогда уже надо будет бежать, открывать новые земли, искать где-то место, где вот через 7 дней придет Орда, и надо как-то будет от нее спасаться. И, конечно, не дай бог оказаться на открытой местности в это время. Надо будет хорошо замуроваться, очень хорошо подготовиться к этому делу. Потому что на 7 день спрятаться мне точно не удастся. Просто убежать. В старой версии были какие-то мухи, не мухи, или пчелы. Они атаковали с воздуха. Я не знаю, в этой версии есть они или их убрали. Так. А этот нет. Ай, не буду я его ломать. Ну что же это такое? Где мой инвентарь? Вот эти камушки, они дают и железо сразу, и камни. В этом плане их хорошо рубить выгодно. Сейчас надо поставить, быстренько сделать всякие рамочки там. Но тоже время пойдет на их изготовление. Где-то тут были, вот по-моему, деревянные рамки. Мне их нужно... Сделаю-ка я их сразу штук 20, наверное. Вот как они делаются. Я порублю камушки. Мне показалось, или кто-то выл? У меня галлюцинации. Мне уже кажется, что кто-то за мной идет. Может, и не идет. Времени уже час дня. Осталось, в принципе, не так много времени на то, чтобы... Конечно, оно есть, но не сказать, что прямо очень много. Я мечтаю найти такое же точно вот бомбоубежище, которое у меня было в прошлой игре. И я там так хорошо устроилась, натыкала туда кольев. И вот я бегала под землей, а зомби просто стирались об эти колья, как на терке. Ой, какая-то курочка, что ли. А вот на курочку, кстати, могут прибежать всякие собачки, зомбяшки и прочие. И они бегают за животными, которые тут ходят по округе. Пойду-ка я, пожалуй, спрячусь в дом пока. Так, это я. Так, пока я тут суть додела, я хотя бы немножечко уже начну... Убежище свое это... чинить. Не очень, но хоть так. Мне самое главное, чтобы они меня не увидели. Потому что вот эта вся ерунда, она меня, ну, никаким макаром не спасет от зомби. Но если я буду сидеть тихо, и не будет этих зомби, которые видят сквозь стены, чуют на расстоянии, то тогда они не проломятся. А вообще, конечно, для них все вот эти вот мои загородочки, фанерочки и вся вот эта ерунда, это вообще, тьфу, клюнуть и растереть. Это они в раз меня тут достанут отсюда, и я им ничего не сделаю при этом. Так, вот. Непонятно, как-то оно у меня тут... Ой, кажется, я случайно выкинула топор. Вот что я не люблю, так это... Официально путаю клавиши. Немножко привыкнуть надо к управлению, когда это... Не получается что-то у меня забить. О, вот. Оказывается, это была паутинка, которая тут мешала мне поставить блок. Дерево, конечно, идет на все это дело, но просто... Да что же это такое? Так, что я опять перепутала? Какие клавиши? Так, забрала. Так, где оно? Одна возьму, поставлю это. Кстати, разрушим диванчик. Из диванчика будут тряпочки. Тряпочки мне пригодятся. Например, даже одежду делать. А то и голышом-то оно как-то... Да что же это такое? Надо клавиши поменять. Невозможно просто. Так, где оно опять? Куда я делала? Ладно. Так, ладно, не будем тратить лишние досочки, таким трудом нажитые. Ой, это же, кстати, дерево. Дверь. Вот ее мы сделаем посильнее. Так, времени-то уже три часа. Я тут еще с клавишами никак не разберусь. Уже все страшнее и страшнее. Близится тот момент, когда за мной придут собаки. И я начну в истерике носиться по округе. Путаясь в клавишах, вспоминая, как от них отбиваться. Собаки раньше прыгали, по-моему, на два блока в высоту. О! Так, уже больше похоже на правду. Так, здесь эти жалюзи. Берем их нафиг, эти тряпки. Заколотим получше. Так. О! Уже на что-то похоже. Глядишь, так дом можно отправить, жить. В нем уже не такой сгорелый. Хотя нет, жить я здесь, конечно, не буду. Отвратный биом не могу, мне не нравится. Все эти дырки заткнем. В первую ночь я даже не буду костер разводить. Так что придется, наверное, если вот тряпочек наскребу, то, наверное, в первую ночь буду крафтить одежку, чтобы не замерзнуть тут насмерть. О, тут есть вход наверх. Ну-ка. Тут даже что-то было еще. Так. Даже не знаю, забивать или не забивать. Ну, забью, конечно, хотя вид из окна и неплохой. Но на всякий случай не будем рисковать. Так. Так. Так, что же здесь? Так, вот эту тряпку тоже снимем. Господи, кровать-то околотится, как я не знаю. Сейчас будто я не матрас снимаю, а черт знает что тут на каменоломнях железную руду добываю. Ну, а эта-то разве железная? Хотя, может, и железная, вон, вроде ржавчина какая-то. Ну, кто придумал делать железный стол? Какой-то нездоровый на голову человек. Столько труда и две железки. Ну, практически убежище, можно сказать, к ночи подготовлено. Конечно, орду зомби оно не выдержит. Какую орду? Ну, и там пару штук зомби не выдержит. Оно вообще ничего не выдержит. Но... Но если сидеть и не дышать, то можно пережить, конечно, ночку. Может, даже и две ночи. Я надеюсь, две ночи мне в этом месте не придется ночевать. Так, а что я вообще набрала? Посмотрим в инвентарь. Набрала я всякого мусора. Не совсем мусора. В принципе, в хозяйстве-то оно все сгодится. Так. Но его как-то всего много. И все, оно как-то не... Так, это пустая духовка. Так, стул сломаем. И этот стул сломаем. И пойду я, наверное... Вон, тут еще дырка. Меня могут увидеть в эти дырки. Мне нужно, чтобы меня было не видно. Вот тут еще дырка. И вот тут дырка. Так. А, еще тут окно осталось незабитое. И вот здесь вот... Ой, кажется, там кто-то ходит. Ой-ё. Ой-ё. Нет. Нет. Нет, не убивайте меня. Нет. Я забрусь в туалете. Не приближайтесь ко мне. Нет. Как там было крысей? Интересно, они меня услышат? Все. Я буду сидеть тут. Это еще ночь не наступила. Они уже идут, а мне уже страшно. Но они меня почуяли. Видите, написано? Это из-за того, что я пошумела. Нет, не приближайтесь. Нет. 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 Они что-то ломают. Они сейчас до меня доберутся. Не ломайте мне дом. Я только его построила. Как мне страшно. Может, они про меня забыли? Так, посмотрим, что у меня там в инвентаре. Надо сделать хоть какое-то оружие. Лук. Лук, лук, лук. Вот, лук есть. Сейчас я скрафтю. Скрафтю или скрафтю. Ну, короче, сейчас сделаю лук. И надо бы сделать стрелы. А на стрелы у меня нету перьев. Это печально. Перьев у меня нету. Так. Ой. Ой. Ну, вы же должны были уже про меня забыть. А, тут еще не обысканный туалет. О, смотрите. Я в туалете нашла пистолетик. А-а-а. Они меня почуяли. А-а-а. Может, застрелиться? Или их застрелить? Или все-таки лучше самой. Надо посмотреть, сколько патронов. 9-миллиметровые патроны. Интересно. От этого пистолета? Наверное, от этого пистолета. И четыре патрона только. Четыре патрона мне, наверное, не хватит, чтобы их убить. А-а-а. Они ломают дверь. А-а-а. Они идут. Они идут. Мне страшно. Нет, не подходите ко мне. Надо срочно скрафтить дубину. Такой ужас. Где дубина? Кажись, тут оружие. Вот, по-моему, только такую я сейчас могу сделать. Из приличных дубин. Но выбор у меня небольшой. А жить-то хочется. Так. Дубину я скрафтила. Так. Да вы издеваетесь. Там еще одна, по-моему. Я слышу их как минимум две штуки разных. А времени-то уже полвосьмого. Не дай бог я сейчас выйду. И все. Нет, придется мне ждать здесь ночь. Всю ночь придется сидеть в туалете. Лучше погасить факел. Я вот не знаю. Наверное, не стоит мне укреплять эти стены. А то как только я начну колотить, так они сюда и побегут. Надо, наверное... Ночью я умру от холода. Так. А у меня только девять тряпочек. Девять тряпочек и тридцать девять тряп... Этих... Растений. И попробуем мы что-то сделать из одежек. Так. Звуки на фоне не обращайте внимания. Это мой личный оцелот бегает. Так. Что же я могу сделать такое из одежек? Штаны что ли сварганить? Вот сделаю все из таких вот. Они, конечно, мне не нравятся. Они смотрятся отвратно. Ну, вообще... Мне такие тряпки не идут. Как страшно. Ну, кошмар. Как бомжатина. Ужасно. Штаны так вообще лучше, наверное, без штанов я сниму. Я не могу такое носить. Вы что, издеваетесь? Я буду ходить в боксерах, но это я не надену. Никто меня не заставит. Ну, разве что зомби. Так. Посмотрим на крафты. Может, у меня хватит. У меня есть 9 тряпочек. Я не знаю, можно сделать какие-нибудь из тряпочек. Это ботинки. А штаны из тряпочек. Ой. Это голодная зомбя. У нее пучит в животе. И она может на меня напасть. Как страшно. Одену я лучше штаны. А то мало ли что. Так. Лук я, конечно, возьму в руку, но толку от него не будет. Вот. Остается только застрелиться. Или, если зомби будет один, может быть, удастся застрелить его. Если очень повезет. Пистолет явно кривой. Вон. 64. Вот эта вот бежевая полосочка означает, что он плохого качества. Да вы издеваетесь. Сколько же вас там? Уже почти половина десятого. Сейчас вот еще немножко, и начнется беда. Выходить туда нельзя будет ни в коем случае. Они будут бегать со страшной силой. И в темноте, в этом биоме, я, в общем, никуда от них не убегу. А еще, когда бегаешь, они-то из сил не выбиваются, а я-то устаю. И вот. Они всяко меня догонят, поэтому я буду сидеть и не дышать. Если ночь будет спокойная, хотя она не будет спокойная. Я уже слышу, что она не будет спокойная. Как же утром-то мне выходить на улицу? Придется потихоньку выбираться и быстро-быстро отсюда драпать. Так, посмотрю на карту. Куда же мне бежать? Куда мне бежать? Мне бежать-то некуда, если честно. Или налево, или направо. Без вариантов. Все вещи я вроде прихватила с собой. Что нашла? Вот. Ой, как страшно. Какой ужас. Такое чувство, как будто вот они... Сейчас я открою дверь, и они уже там меня встречают. Я буду сидеть здесь тихо. Надеюсь, зомби меня не услышат, и они там успокоятся. И утром я пойду отсюда искать новые места. Надеюсь, найду кастрюлю. Если что-то случится ночью, я включу запись. А пока что до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.